В этом конкурсе не было побежденных. Каждый, кто выбрал профессию социального работника, чье главное предназначение приходить на помощь в самой тяжелой ситуации, уже победитель. Воспитание человечности, воспитание отзывчивости, доброты – самое важное, наверное, на свете. Потому что, глядя на вас, и другие становятся мягче душой, открытие сердцем, отзывчивее, добрее. Они помогают всем людям так, как вы делаете это ежедневно, каждый день, с душой, вкладывая все свои силы. В профессиональное состязание вступили сотрудницы комплексного центра социального обслуживания населения. Они трудятся в отделениях дневного пребывания для несовершеннолетних и профилактики безнадзорности и социального сиротства. Их профессиональный долг – забота о детях и семьях, попавших в беду. Когда мы говорим о семье, попавшую в трудную жизненную ситуацию, что это такое? Это крик ребенка всегда. Он кричит о том, как там задания сегодня были, да? Он кричит о том, помогите, взрослые, я не могу адаптироваться. Протяните мне эту помощь. Дайте веру, веру в себя, веру в родителей, самое главное, своего ребенка. Если родители получают веру в своего ребенка, может быть, и все у нас получается. И вот этим мы занимаемся каждый день. И за это вам низкий поклон и большое спасибо. Участницы профессионального состязания выступили в четырех конкурсных этапах. Продемонстрировали теоретические знания в области социальной терминологии, а также в возрастной педагогике и психологии. Выполнили практическое задание – решение проблемной ситуации. Рассказали о своих увлечениях. И главное – представили свое видение профессионального предназначения социального работника. Девиз моей работы – любовь и доверие. Чуткость, открытость, добром и заботой всех ребятишек. Вниманием, ласком, теплом обогреть. И самое главное – всех пожалеть. Дать оценку конкурсанткам оказалось невероятно трудно. Ведь невозможно измерить милосердие, сострадание, любовь и доброту. В социальной сфере работают те, для кого помощь людям – это призвание, душевная потребность. И все же жюри пришлось сделать выбор. Места распределились следующим образом. Третий результат – у воспитателя отделения дневного пребывания для несовершеннолетних Марии Цибискиной. Почему я выбрала профессию педагога? Я сама себе задавала очень много раз этот вопрос. И всегда был один в ответ у меня. Но, наверное, это мое. Сама я с многодетной семьей. И поэтому мне пришлось очень много и часто сидеть со своими сестренками, а потом с племянками. Я уже с детства знала, что я буду вступать в педагогическое училище на педагога. На второй ступени пьедестала специалист по социальной работе отделения профилактики безнадзорности и социального сиротства несовершеннолетних Наталья Сорокина. Специалист по социальной работе – это и помощник, и друг, и психолог, и, я бы сказала, член семьи. Потому что люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации, постоянно сталкиваются с проблемами, и им нужна помощь и поддержка. Первое место заняла воспитатель отделения дневного пребывания для несовершеннолетних Елена Шепелева. Наверное, это успех не только мой, но и всего коллектива. Поэтому чувство, наверное, радости за то, что я работаю в таком коллективе дружном, хорошем, внимательном. Состязание представителей рабочих специальностей проходит в Заречном в рамках проекта территориальной организации профсоюза «Профессиональное мастерство. Основа экономического роста», получившего грантовую поддержку Госкорпорации «Росатом». Лучших определяют по девяти профессиям. Церемония чествования и награждения участников и победителей всех конкурсов состоится 12 июня в Доме культуры «Дружба». Светлана Теплухина, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».